Всем привет! С вами на связи как всегда Мика Сталкер и в этом видео мы своими руками скрафтим артефакт во вселенной Сталкер, который называется Огненный Шар. Как-то давно я его даже крафтил и получился он так себе, больше напоминал гнилое яблоко, как бы это сейчас смешно не звучало. Вот можете видеть его фото. Что же нам известно о данном артефакте? Артефакт Огненный Шар это артефакт термической природы, встречается во всей серии игр. Найти такой артефакт можно в такой аномалии как жарка. Артефакт очень хорошо борется с радиоактивностью, хотя ускоренный энергообмен очень сильно изнашивает мышцы двигательного аппарата и бежать с этим артефактом долго не получится. Также артефакт излучает тепло. Но тепло от артефакта не сильное, так что его какое-то время можно даже держать в руках. На самом деле об этом артефакте можно рассказывать очень и очень долго и как-нибудь мы обязательно об этом поговорим. Ну а сейчас давайте наконец-таки посмотрим как же его скрафтить своими руками. Всем приятного просмотра! Первым делом нам понадобится вот такой вот гипсовый шар. Как изготовить такой гипсовый шар я показывал в видео где делал артефакт компас. Обязательно посмотри это видео после того как посмотришь это. Оно очень и очень интересное. На шаре я разметил с помощью маркера линии в которые будут имитировать трещины. Трещины которые присутствовали на огненном шаре. Данные трещины я буду делать с помощью гравера и отрезного диска на гравер. Кстати обзор на мой гравер также есть у меня на канале. Кому интересно тот может посмотреть. Данный гравер очень хороший служит мне уже второй год. Вот такой вот шар у меня получился. Также мелкие детали я дорабатывал с помощью скальпеля. Теперь берем вот такую вот шпаклевку по дереву и замазываем все неровности. Ну а дальше берем надфиль, наждачку и доводим все это дело до ума. Теперь загрунтуем будущий артефакт с помощью аэрозольной грунтовки в баллончике. Процесс этот не обязательный, но все же лучше загрунтовать. Ну а после того как будущий артефакт загрунтован, берем красную акриловую краску и закрашиваем весь будущий артефакт. Также в красную краску можно добавить немного желтой. Ну а после чего даем краске подсохнуть. Краска подсохла, теперь берем черную акриловую краску. Также берем вот такую вот губку для мытья посуды и наносим черную краску на артефакт. Краску наносим легкими движениями в небольшой слой. Ну что ж, вот так вот вышло. Уже в принципе выглядит неплохо, но кое-что еще нужно будет добавить. Для этого я замешал вот такую вот краску. Это желтый цвет и слегка оранжевый. Также еще нам понадобятся ватные палочки и возможно какие-нибудь небольшие предметы в виде зубочисток или спичек. Сейчас наносим желтую краску на ватную палочку и вот в этих местах, где присутствуют щели на артефакте, добавляем немного желтой краски. Так скажем, небольшие капельки делаем. За счет этого артефакт будет выглядеть намного интереснее и будет создаваться ощущение, что артефакт внутри очень горячий. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такой вот артефакт огненный шар из игры Сталкер у нас сегодня с вами получился. Этот артефакт отлично подойдет для какого-нибудь косплея, для съемок фильма или даже для Сталкер Страйка. Я надеюсь тебе это видео понравилось и ты оценишь его своим лайком, а также подписочкой на этот канал. Ведь для тебя это пару пустяков, а для меня реальная поддержка. А также можешь оставлять комментарии с пожеланием о том, что мне снять в следующих видео. Ну а с вами был Мико Сталкер, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok